Всем доброго времени суток, сегодняшний день, 21 ноября, канал Изимани. Речь пойдет в этом ролике о ревью. Мы хотим с Сергеем рассказать, что там у нас поменялось, что осталось прежнее, расценки там расскажем какие-то, ну, кого очень сильно это интересует и чем отличается наш подход от подходов других людей, наверное. Вот. Скажи, Сергей, начни ты тогда, что у нас там как происходит? Да, да. Ну, смотрите, в первую очередь хочется сказать, что у нас появилось больше ревьюеров с Америки. У нас уже даже с некоторыми людьми сложились, можно сказать, даже товарищи, ские хорошие, теплые отношениями не помогают, не имею вопросов. То есть мы расширяем твою знакомство, но все равно, в первую очередь, мы все равно ищем новые знакомства в части ревьюеров. Готовы знакомиться с людьми с Америки, с странами СНГ, кто в этом заинтересован, для проведения ревью. У нас есть люди, есть те, которые мы еще написали свои предложения и не ответили, но мы все равно набираем, набиваем базу. Потому что мы уже делали 20 отзывов. Мы уже можем делать по 20 отзывов. Людей есть с предложениями, ну, честно говоря, много предложений по 20 отзывов. Мы не выйдем, но мы уже протестировали модель по 20 отзывов. Да, хочется сказать, да, у нас есть форс-мажор, у нас не все гладко. Все люди живые, все аккаунты живых людей. Все по-разному пишут, разные подходы. Кто опаздывает, кто забывает, мы напоминаем. Поэтому хочется предупредить еще раз, всем еще раз сказать о том, что... Будьте тоже снисходительны и терпеливи. Потому что всех, как бы, это не программа, это все люди. У кого ребенок, у кого отпуск, у кого еще что-то. Кто там уехал, кто приехал. Поэтому мы свои обязательства выполняем. Да, у нас есть на данный момент человек, он взял товары на 4 отзыва. 4 единицы товара. И ребью он писать не может, у него покупка на 54 доллара, а Амазон ему все равно не дает писать отзывы. Мы уже писали переписку или плотную, писем 8-10. И это ничего не дало. Мы уже звонили на Амазон при помощи наших товарищей из Америки. Они звонили, как бы, мы были с ними по связи в скайпе. Амазон сказал отправить письмо, но не направил. Ну, мы находим, по-другому пониманию, с теми, чей товар мы взяли на обзор, и отзывы не дали. Мы или товар вернем, или... То есть, мы... Здесь еще надо, Сергей, не забывать о том, что... Действительно, 100% вот эти ревью, тоже неправильно. Тоже, понимаете, ничего здесь такого страшного не будет, если вам напишут, например, из 10, 9. Это тоже вполне... Но самое главное, что они выкуплены. Деньги никто себе не... Не, ну, продажи, они как бы, да, зафиксированы. Ордера предоставить сможем. В любом случае. Продажи совершились, поэтому... Да, ордера предоставить сможем, но я их говорю еще раз. Да, ордера есть. Может, где-то там у вас не сходится. Звоните, давайте общаться, пишите, созваниваться, скайпе, телефон. Мы ни от кого не прячемся. На сезон киев, все сообщения я отвечаю. Никаких проблем я тебе сейчас говорю. Я вот... Решение о всяких возникших ситуациях, чтобы, ну, чтобы вы понимали, мы не машина, которая однозначно... Да, у нас сейчас, вы говорите, как брать полуров Амазонов, у нас там 3-4, и сейчас у нас 5-4, потому что в основной массе мы свое ревью, обязательство свое выполняем. Если у нас где-то случаются какие-то недопонимания, мы их обязательно исправим. И найдем, я думаю, компромисс какой-то. Ну, и в любом случае, еще раз говорю, даже если нет ревью, это и ничего плохого нет. Если из 10... Выкуп состоялся, почему? Из 10, из 10, один, например. Да, выкуп произошел, ордер отчитали. Но если из 10 один не написал отзыв, это ничего страшного, потому что все равно подозрения есть всегда. Тем более сейчас проблема последняя с раздачей товара, когда я говорил, один товар вы дали на товар с выкупом на ревью, а два товара вы раздали. Сейчас у многих проблем, вот сейчас некоторые не могут понять, мне там Facebook в группе, вот перейти, чтобы на Facebook, это надо вот сюда щелкнуть, или под видео, под каждым есть. Ну вот здесь вот есть, как раз мне сейчас задавали вопрос. Не знаю, что там где-то провалилось. Ну, неважно, смысл о том, что... А, под видео, Мань, как раз. Вот вопрос. Ну вот, я попробую сейчас и ответить. Вот он вопрос. Вопрос звучит в том, Денис, объясните, пожалуйста, почему нельзя делать купоны на скидку в процентах. Дальше, как раньше, задавали. Просто смысл какой? Когда мы ставили сумму скидки в деньгах, в долларах, мы делали, например, скидку на 8 долларов, предположим. И человек, покупая у нас один товар или 101 товар, он все равно получал 8 долларов скидку. А если мы даем 8% в скидку, 8%, то он получает со 101 товара уже 8% в скидку. То есть товар у нас стоил, например, 10 долларов, это получается у нас уже там 88 долларов на скидку даем, а не 8 долларов. Но это не критично, потому что, я думаю, каждый бы с удовольствием продал бы с дисконтом 10, 20, 30% весь свой склад. Ну, даже больше 10 штук. Но если вы продаете, и как мы всегда делаем купоны, на 99%, на 90% скидку, соответственно, у нас могут купить весь склад с 90% скидкой. И вы уже потеряете не 88 долларов, а там, ну, грубо, 880 долларов. Вот и все. В этом вся и проблема. Да, можно ограничить, если у вас в инвентарии, в офферах, есть возможность ограничить минимальную сумму продажи. То есть одну штуку можно продавать, там, две штуки, три штуки. У меня до 10, например, стоит. Но далеко не во всех аккаунтах это есть возможность. У некоторых на аккаунтах появилась эта возможность, недавно мне сказали. Но вот я, который товары раскручиваю, продвигаем, у них нет этого возможности. И все. То есть, а все остальные манипуляции, они не работают. То есть сейчас на данный момент Amazon первым звонком было это убрать отзывы от продвижения, раздач. А теперь нам просто практически убили раздачу. Сейчас у нас китайцы как там раздают-то? Я вот заходил в группу, они раздают вообще, бесплатно пишут. Ну, бесплатно как? Я уже списывался сколько с китайцами. Они пишут, да, да, вас интересует, да. Высылайте номер заказа, мы его вышибли или на PayPal, или в ГИФ. То есть, все равно они деньги выслают. То есть, бесплатно? Да, да, еще с фотоаппарат, да, 8 камерей за 18 долларов. То есть, да, вот сейчас она уже в принципе сегодня пришла. Ну вот, то есть, получается, все, что бесплатно они пишут, то есть, теперь уже и скидки. Ты понимаешь, что я одно время говорил, что 90% пишут. Они тоже чукнули. То есть, у кого-то катят, у кого есть ограничения. Да. А у кого не катят, им приходится также бабки отдавать в воздух. Просто... Да, по PayPal они по бокалу, или гипсхантер. Ну, я как бы, если еще не отрабатываю, то же не так. Ну, вот. Вот, то есть, вот такая вот схема. Из-за этого... Вот, в принципе, я надеюсь, понятно ответил на вопрос. По поводу того, что мы вот это видео, вот эти вообще видео все снимаем, хотел тоже сказать. Мы ищем именно людей, в первую очередь, это Украина, потому что самая дешевая доставка. Ну, русскоговорящая, по крайней мере, понимаем. Совершенно. Да, и, естественно, это 5 долларов всего. И, естественно, это в Америке. Вот. Но, в любом случае, людям, которые это покупают, естественно, чтобы было выгодно максимально, это нужно именно Prime. Потому что далеко не все люди, там, являясь продавцами на Амазоне, кого-то это интересует. Видео может увидеть вообще совершенно левый человек, который этим не занимается, но который хочет просто получать бесплатно практически товар. для него надо это купить Prime или доставку по Америке оплатить и, соответственно, оплатить доставку в свою страну. Кому-то мы что-то компенсируем, все зависит от товара, от условий и так далее. Но, как правило, вот максимальная затрата. Все остальное товар приходит бесплатно, без кедалова. Вот. Мы, естественно, всем просто так деньги вперед не даем, в любом случае, то есть мы так же, но в любом случае смысл такой. И за это мы просим, и ищем этих людей, которые, ваших друзей, знакомых, которым не впадло этим заняться, которым реально это интересно, я думаю, которым любят делать онлайн-покупки, например, кто-то с того же Амазона покупает товары. И мы видим огромную группу людей, которые там в ладоши хлопают с 30-20% скидкой показывают товары на стандартных сайтах Амазона, ну, на стандартных магазинах Амазона там такую-то скидку видят такую. Мы им предлагаем бесплатно, просто бесплатно. Такое слово есть. Вот. Просто я вот эти группы смотрю, мне просто люди, я понимаю, что они не понимают, что такое вообще существует в реальности. В интернете вообще по-чесноку сложно найти халяву, реально. Вот это реальная халява, я мой. Вот мы из-за того, что никто никому не верит, я не знаю, или лень, или еще, мы не можем найти большого количества людей. Огромное количество людей к нам приходит, получает свои отзывы, нам чуть-чуть помогает и потом отстреливает постепенно. Чем им там некогда, неинтересно и так далее. Из-за этого мы не ищем особо там продавцов, ну, реально деловых людей. Мы ищем обычных людей. Мы поможем даже, расскажем, как это делать, как там все это там. То есть никаких проблем вообще в этом нет. Это вот, ну, нам нужны жители Украины и жители США, ну, кто живет в Америке, потому что им вообще там Prime практически у всех есть, чтобы покупать товар на Амазоне. Вот. Ну, даже если у нее прайма нет, ну, оплати-то доставку. Ты можешь получить вон товар, на саке я бросаю. Вот сейчас у нас люди там за 30, за 40 долларов товары бесплатно продают. А, 50 долларов. Бесплатно, еще раз говорю, без скидок, без каких-то замуток, без потом каких-то подводных камней. Просто. Мы пересылаем бабки вам, вы его покупаете. Да? И пишете отзыв. Если товар плохой, вы ставите там, нам говорите, что товар плохой, я отзыв писать не буду. Мы пишем проблему продавцу и, соответственно, с ним эту проблему решают. Вот. Для чего это делается? Потому что, еще раз говорю, когда вы стартуете, в первую очередь, эти отзывы для старта, вот эти 10-20 отзывов, в идеале есть критические точки. Это там, я не знаю, но это микро. 5 отзывов, потом 15, потом 25, потом 50, потом 100. И потом уже не принципиально, они сами пойдут. Но вот эти 5-15, 25, их набрать самое сложное. И не важно, как вы будете потом продвигать. Вот. В любом случае, без них, работать без толку. Без толку, пей-пер-клик давать хоть за полу цены. Да, можно за там, 10% через пей-пер-клик продавать. Ну, еще раз говорю, там, и пей-пер-клик сжирает нормальный денег. И это все себе стоимо считать, ее прочитать невозможно. Из-за этого, если у вас будет, например, 15 или 25 отзывов, через пей-пер-клик с 50% скидкой продавать, КПД гораздо выше будет. Чем вы будете продавать? Ну, левом отзывы вообще. И что бы там не рассказывали, чтобы выдернуть отзывы от реальных покупателей, ну, не зря же Амазон там 10% закладывает в статистику. Ну, давайте 10 товаров через пей-пер-клик продавайте в убыток себе там с 50% скидкой, потому что вы в любом случае бабки не вернете. Ну, это какая маржа должна быть? Серьезно. Ну, вот. Соответственно, вы получите, что еще и отзывы один из 10 кто будет писать. А здесь вам практически каждый. Ну, вот один человек только у нас вот косяк с ним. Еще раз говорю, ордеры мы показываем и все остальное. То есть, мы никого не обманываем, мы эти деньги себе не прикарманиваем, нам это не надо. Вот. Мы на данный момент раскручиваем этот не то, что сервис, а просто в первую очередь мы это для себя делаем, потому что я сам лично продвигаю товары. Мне самому это лично надо. Сергей не против получить бесплатно товары. За все операционные вот эти геморрой, созванец и так далее, там копейки какие-то остаются, несколько долларов. и когда в группах пишут, что там ничего себе, мы товар свой даем бесплатно. Ну, давайте бесплатный товар, а лучше сделайте лучше и предлагайте возможность людям получать отзывы. Мы же не против. Научите нас, делайте как надо, я думаю. Вот мы делаем вот так вот. Вот. Из-за этого при условии, что еще хочу сказать. Мы даем людям, кто покупает эти товары, не просто динамический супер-URL, мы даем задание. Многим это тоже, кстати, не нравится. Мы делаем максимально качественно, то есть настолько качественно, насколько это вообще возможно. Даем задание, чтобы они шоп-лист сделали, чтобы они сделали виш-лист, чтобы они сделали нам, проголосовали за регион, проголосовали за коммент. Рандомно пускай, кто-то за это проголосует, кто-то за это. Ну хоть какое-то полезное действие сделает с вашим товаром, и заодно еще и вам помогли продвинуть все. Да, и кто вам это вообще сделает? Кто вообще в этом нормально разбирается, и кто вообще это все делает? Вот. Из-за этого вот эти разговоры, ну это просто фигня. Плюс, еще раз говорю, про математику. Повторю последний раз про математику, чтобы больше какие-то вопросы не возвращаться. Если мы возьмем товар, предположим, товар стоит 15 долларов, себестоимость 5 долларов. ФИ предполагаем 4 доллара. Ну примерно такая будет соотношение примерно цифр. То есть 9 долларов. 9 долларов это наши затраты. Отдаем мы товар пускай за 2. Это фантастический вариант. Многие за цент отдают товар. За 99 цент. Возьмем за 2 доллара, в среднем. 7 баксов мы теряем. 7 баксов 50% раньше нам отзывы писали. Сейчас, я не знаю, максимум 20 вам дадут отзывы. Ну блин, ну даже 30. То есть, раньше, возьмем раньше, лучший вариант 50%. Если вы много отдаете. Бывало, да, у меня есть люди, которые говорят, у них там чуть ли не 100% отзывов, но это такие, исключения из правил. Вот я считаю 50-70. Берем 50 средний. 50 это значит, вам каждую дозу будет стоить 7 умножить на 2. 14 долларов. Мы берем помимо того, что за цену товара, который вам вернется, она вам вернется в любом случае. Мы эти деньги не видим, а их нет. Мы берем на данный момент всего-навсего 6 долларов на операционные всякие затраты, на то, что компенсировать. Что еще раз? Ну еще компенсия 6 долларов. Ну, я говорю, стоимость товара полностью, она к ним возвращается. А 6 долларов, 6 долларов, только они вот эти, вот это затраты. И комиссия общая, это общая сумма тоже 6 долларов. Ой, 6 процентов. Ну, это комиссия, это перечисление, не в любом случае комиссия идет. Комиссия в процент, когда мы при условии, мы как не оплачиваем, мы в рублях оплачиваем, там конвертация еще идет, рубля в доллар, там все идет. Но она автоматически при любом раскладе идет. Это конвертация, это перевод денег с счета на счет. Это понятно, да. Тут, блин, на PayPal переведешь, тут и то комиссию снимут. Тут все снимают. Это понятно. Я считаю, даже об этом говорить нет. Я говорю про конкретно 6 долларов в конечном итоге, то есть, которые дополнительные, которые мы где-то компенсируем дополнительные затраты. Вот и все, я думаю. То есть, можно посчитать. То есть, так, 14 долларов потратили бы, если у вас 50 процентов. Вот сами прикиньте, через PayperClick вы продадите, предположим. Сейчас, как предлагает некоторый гуру наш, так называемый, фейк-гуры, запустить, грубо говоря, товар, вот 14 долларов вы потратите, а так вы потратите 6. Получите верифицированный отзыв, вы получите, этот, как его звать, получите еще полезные действия на своем аккаунте и, можно сказать, с минимальным палевом. Вот и все. Да, единственное, здесь минус то, что минимальное количество участников и они в конечном итоге пересекаются. Вот мы и боремся, вот мы и ищем людей, чтобы это вообще не было, чтобы был полный рандом, чтобы, ну, просто вообще не было пересечений. Просто. Тем более, на Амазоне 50 долларов ограничения. Ну, мы тут 2-3, 3-4 товара дали, вам вкладки, что и надо, вам деньги дали, вы просто купили, вот у вас 50 долларов. Ну, и исключительные случаи бывают, исключительные случаи, ну, у тебя сколько ты товаров уже прогнал? Сотни. Сотни. Один раз. Ну, что, все бывает. Еще раз говорю, то же самое, ничего страшного нет, у вас товар выкупили, вам сделали полезные действия, у вас уже есть продвижение. В любом случае. У вас уже оно есть, ничего страшного, если вам один отзыв, ну, и ничего такого в этом нет, смертельного. Если раньше мы раздавали, у меня вообще бывало, я говорю, там, один из трех писал отзывы. Вот, мы их не покупаем, не продаем, люди могут и пропасть, грубо говоря, там, и все, что угодно произойти. То есть, смысл именно такой, математику рассказали, что добавить еще есть? Нет, ну, хочется еще раз сказать, по какой люди спрашивают, как, что, да, какие вопросы основные, да, ответственные вопросы. Еще раз повторим, ключевое слово, бренд, в принципе, это вам. И мы неступаем с сотрудничеством, вопросы дополнительные. То есть, основная позиция такая, в принципе, ничего не изменится. Хотите, пишите собственные вам отзывы. И время, да, да, требуется за двух недель, трех, поэтому если 10, и больше отзывов. Потому что у нас все пока пройдет, пока доставка, старость, расстолкаем по людям, кто-то откажется, кто-то согласен, потом снова отказывается, в таком случае. Ну вот, то есть, в принципе, смысл понятен? Думаю. Весь смысл этого видео, еще раз говорю, не поиск клиентов. Вообще, об этом даже разговора нет. Нам, нам клиенты не нужны. То есть, если вам надо обращать, мы это не клиенты, мы просто, ну, кому надо, мы можем помочь. Не более того, мы это делаем для себя, мы продвигаем свои товары. У нас есть, мы и занимаемся продвижением товаров. Нам нужны люди, которые могут это делать. И все. Вот и все. То есть, весь смысл этого видоса именно исключительно в том, чтобы на телевидении желающих, желающих, достаточное количество, не огромное количество, потому что никто этим, так скажем, не занимается, не рекламируется и не упрашивает. Достаточно. С головой хватает. Просто с головой хватает. Обзорщики, знаете, как его звать, не успевать товар ему отбивать. Просто я говорю, ну, людей мало, из-за этого мы ограничиваем максимально, чтобы у нас хоть какой-то минимальный рандом был. Потому что нельзя тупо всем одним и тем же людям писать одни и те же отзывы. Вот. Из-за этого даже, если такая фигня повторяется, то есть, мы даже там четверки ставим, грубо говоря. То есть, ну, в любом случае, пытаемся как-то из этой ситуации выкрутить. Но в любом случае, как бы там ни было, Amazon обожает своих покупателей. Ни одного там, что у нас, одного только забанили, не дает сейчас отзывы писать? Вот. Да, но еще хочется сказать, что люди, кто будет обращаться, учили тот факт, что нельзя писать большие отзывы и добавить в большой виде. Ну, длинный. То есть, не надо писать отзывы на три абзаца. Потому что мы уже столкнулись с тем, что Amazon просто это блокирует и все. Не дает с этим отзывом больше ничего сделать. Они просто раздачные дверточки становятся и все. На время они его закрывают, то есть, не дают человеку делать обзор. Даже такая ситуация. Ну и как, время и время, неделя прошла, еще доступ не дает. Ну, может быть, меньше. Но я говорю, то, что все бывает. Я об этом говорю, это жизнь. Это реально, мы реально, реальные люди, а не какие-то там боты, которые там какую-то херню несут и что-то рекламируют и рассказывают. Мы просто ищем таких же реальных людей, которым это интересно. Которых будет свой товар, они будут продвигать. Потому что, еще раз говорю, многих товаров мы просто отказываемся. Просто не справляемся. У нас нет таких ресурсов, а ресурсы это только одни, это только люди. Вот и все. Из-за этого я говорю, если вы хотите в будущем продвигать свой товар, не факт, что просто мы сможем взять ваш товар на обзор. То есть, получить вот эти стартовые отзывы. Так что, вы сами тоже думайте, если вы живете в Украине там или в Штатах, помогите, пожалуйста. Вы можете знакомых найти. Ничего сложного нет, Сергей все рассказывает. Сами же писать ревью. Да. А вы же и продавец, вы же пишете ревью только на другие товары. Да, это тоже, да, это тоже можно. Я, например, так не сделал, я сделал отдельно аккаунт жене, то есть, она отдельно это все пишет. Ну да, или ты на супругу, или вообще в принципе. Покупательские аккаунты. То же самое, давайте вам другой товар, у вас брать товары, вам нужно давать другой товар. То есть, все обсуждается. Сегодня звонит человек, у него, естественно, это без вопросов. Открыто для общения, для всех сторонних предложений. Звоните, пишите, будем общаться, знакомиться. Вы только за. Это нельзя еще, могу сказать, делать продавца аккаунтов дофига. А покупателей, Амазон еще, говорю, он обожает покупателям все равно. А если за полную стоимость купили, ну какие там предъявы будут, емое? Хочу я пишу, хочу не пишу, да, емое. Что хочу, то и делаю. На самом таком деле. Да, в любом случае, употреблять нельзя. За это надо делать красиво. Просто помогите, ищите, помогите нам, помогите сами себе в будущем. Если у вас даже есть товары, не имейте в виду, что рано или поздно вам все равно надо будет отзывы. А Амазон гайки закручивать, что будет через три месяца, неизвестно вообще. Просто, я вообще не знаю. Я сам сам устал в этой теме, грубо говоря, отзыв. Все благополучие намного слабче, чем в Сычане. Да, просто все меняется. Китайцы мне пишут, там, помогите, мы с вами когда-то сотрудничали, письма мне уже пишут, почту, хотя я так особо не свечу, не действует, почту пишут, нам же, братьям, как с вами ангелы и дают. Но тут же чаще и чаще все приходит письма тех, с кем я когда-то просто переписывал, с вами делал. Потому что у них просто борода, просто реально люди, вот вы, кто хочет, будет, планирует заниматься продажами, там, я не знаю, да, кто там дропшипит, им там пофиг на самом деле, ну, возьмите на халяву товар с ним. Вот, ну, еще раз говорю, мы обращаемся к тем людям, которые вообще не в теме Амазона, которые вообще понятия не имеют, что это такое вообще, с чем его едят. Ну, мы просто обращаемся к тем самым простым людям. Обращайтесь под видео, пишите комментарии, вот группа в фейсбуке, обращайтесь к Сергею ко мне, его, 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 сейчас покажу этот, вот его в фейсбуке аккаунт, обращайтесь, мы обычно работаем, ничего такого нет, то есть, даже это не работа, а именно, я не знаю даже, как это назвать. Ну, нас сейчас начнут троллить, что мы тут помогаем, да, забарки, е-мое, туда, какие мы негодяи, вообще, и сами, нет, кто вот это говорит и пишет, вот этот бред, он, во-первых, я понимаю, что это недалекий вообще человек, что посчитать просто математически не может, и просто, ну, как-то, я не знаю, не доходят, что ли, е-мое, такие, тупоголовые, что ли, е-мое, по-другому не скажешь, е-мое, то есть, просто 2 плюс 2 сложите, получите 4, а не 3, и не 5, ну, вот, ну, просто, ну, я не знаю, мне у слов нечего сказать, просто, когда вот такую херню пишут, е-мое, я просто офигеваю, у меня уже слов нет, все одни чувствуемы, ну, ладно, когда там, я не знаю, совсем новички, они просто спрашивают, а что там, а как там, не забудьте, ваш товар никому не нужен, вообще, вот, и кто там раздает свои товары, ну, возьмите себе, найдите, найдите 20 друзей в Америке, там, или лучше 50, чтобы они у вас купили товар, чтобы потом кто-то проехал по всем, собрал его и отправил вам на Амазон обратно, еще и за свой счет, мы же не против, е-мое, ну, если такие варианты есть, почему нет, то есть, е-мое, ты прошел, собрал там, как мне многие предлагали поначалу, когда вся эта фигня началась с отзывами, а давайте так сделаем, что сейчас вот товар возьмем, ты у меня возьмешь, я у тебя возьму, отправим на какой-то склад, со склада потом туда, и назад на Амазон, е-мое, чтобы, не дай бог, он вообще маркетинг не вложил, е-мое, ну, вообще же просто, вот у него продвижение, просто отзывы получил, ну, это вот разговор таких вот, вообще, мега-новичков, просто таких деревянных, е-мое, другого слова нет, которые там, я знаю людей, которые, ну, не десятки тысяч в маркетинг вкладывают, ну, там, тысячи долларов ежемесячно платят, там, раздают сотнями, там, тысячами товаров, е-мое, вот, если вы хотите с ними конкурировать, вы хоть головой конкурируете, хоть дебильные вопросы, дебильные ответы не пишите, е-мое, вот, хоть там как-то эффективно, там, эффективностью там поднимать, а вы хотите вообще просто ничего не сделать, е-мое, да вы запалитесь сразу вообще, е-мое, в принципе, я думаю, достаточно сказали, что еще есть? Да. С этими отзывами, у меня уже, да, у меня прямо вот с этими отзывами, меня прямо так бесит, я уже второе сегодня видео пишу по этой теме, блин, меня прямо просто бесит это, все понял, я думаю, это самое, все, до всех дойдет, что хотели, рассказали, но вопросы тому видео тоже дорассказали, сейчас выложим, а вы уж там это, главное найдите, ищите людей, включайте сами в этот процесс, потому что без этого вообще борода будет, я не знаю, как запускаться, вот честно могу сказать, реально не знаю, как запускаться, да я думаю, многие не знают, вы посмотрите, кто в группах у нас сидит, и смотрит, что же делать-то, вот просто посмотрите, зайдите, состав учащихся в группах, кто там в этих группах находится, ну вот, я думаю, всем будет понятно, потому что решения этих проблем нету, и этим заниматься никто не хочет, все хотят, там, обучением заниматься, или собственными продажами заниматься, или себе отзывы получить, но никому сделать отзывы не хотят, Еще раз говорю, товар ваш, как правило, не нужен Но если он будет стоить выше 50 долларов Обращайтесь ко мне лично Я вам помогу А лучше 100 долларов Как вчера ко мне человек обратился За 300 долларов у него товары Я бы такой товар взял Но если он, конечно, не тонну весит Потому что в России привезти Я дешевле, чем 15 долларов не нашел пока Это какой-то такой полулевый вариант Вот на Украину и Америка Самые два реально эффективных варианта Ну все, всем удачи, всем пока Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте Не ВКонтакте, в Фейсбуке ВКонтакте, там Биткоин краны Уже привычка Все, всем пока